Медведевский слава Многие бы растерялись или не смогли бы правильно оказать помощь, ведь неграмотные действия подвергли бы риску и их жизнь. Но Слава не испугался и, вспомнив знания, которые получил на уроках ОБЖ, смог квалифицированно спасти ее. Об этом и о себе расскажет он сам. Слава, расскажи, что произошло. Я возвращался с тренировки, спускался со спуска и увидел, как маленькая девочка скачет возле родника на льду. И буквально моргнуть не успел, как она ушла под лед. Но я сразу все побросал и побежал на помощь. А были ли какие-то мысли, или ты спонтанно бросился на помощь? Нет, мыслей абсолютно никаких не было. То вообще все из головы вылетело, была только цель добежать, вытащить, помочь. Ты не подумал о том, что ты сам можешь попасть под лед? Нет, не думал об этом. Ты занимаешься спортом, каким? Я занимаюсь биатлоном. Считаешь ли ты, что спорт помог тебе очень быстро принять решение? Ну, в какой-то мере, да. Спорт помог мне принять решение. Считаешь ли ты себя героем? Нет, героиня, я не считаю. Я думаю, каждый поступил бы на моем месте так же. Мне кажется, что это не так, но тем не менее. А где ты сейчас учишься и какие планы на будущее? Я учусь в Москве, в институте именно имени Баумана. Какие планы? Да учиться, получить образование, найти работу, завести семью. О поступке славы рассказал журнал МЧС «Наша защита» и газета «Новый компас». Его поступок послужил примером другим горожанам. Слава – кандидат мастера спорта по биатлону. Занятия спортом выработали мгновенную реакцию, ответственность и мужество. Кроме прочего, Слава хорошо учился в школе и прошлым летом поступил в Бауманский институт в Москве. Вот сегодня нам кажется, что в наше размеренное цивилизованное время, когда жизнь распланирована, расписана, исключены все ситуации, казалось бы, в наше время места подвигу нет, что он только возможен на войне. Но на самом деле подвиг – место есть всегда, потому что даже в нашей размеренной, четко определенной цивилизованной жизни всегда происходят ситуации нестандартные, в которых надо принимать решения очень быстро и, самое главное, принять верное решение. И в таких ситуациях все зависит от того, какую позицию займет человек. Либо он будет вести себя активно, действовать, либо он просто постарается нестандартную ситуацию избежать, или запаниковать, или окажется пассивным. Так вот, сегодня людей, которые способны на активные действия, достаточно много. Здесь вовсе не надо быть военным, или это вовсе не надо защищать Родину. Достаточно просто, проходя мимо горящего дома, и увидев, что там, в этом доме дети, еще нет пожарных, просто попытаться этих детей спасти. Или, например, история, когда наш ученик, Слава Медведевских, увидя, как вполне барахтается девочка, не задумываясь, сбросился ее спасать. Вот это и есть самый простой подвиг. Когда ты выбираешь позицию, я активна, я действую, от меня зависит, чем сейчас, выживут эти люди или не выживут. И я очень рада, что в нашей школе такие ребята есть. Я надеюсь, что это результат не просто того, что у Славы какой-то инстинкт сработал, но это результат работы многих людей, родителей Славы, учителей, которые учили, как надо вести себя в нужных ситуациях, или которые учили, что, в первую очередь, надо думать не о себе, а о других людях. Есть ли в нашем обществе место подвигу? И мой ответ, конечно же, да. Существует немало примеров, и один из примеров, которые я лично знаю, это пример мальчика из нашей школы, Вячеслава Медведевских. Я считаю этот поступок героическим, потому что не каждый способен отважиться на риск, на риск своей жизни ради другого. Кто-то запаникует, а кто-то, может быть, даже струсит, но мечтав Медведевских оказался не из таких. Это один лишь эпизод. Но в нашей великой России много героев. И вот опять обычный день, но всегда в нашей жизни есть место подвигу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!